Ну и если вы еще все-таки теплите в себе надежды стать тем, кем мечтали в детстве, или просто решили сменить специальность, или там, допустим, до эпидемии работали официантом, и сейчас хотите найти какую-то новую себе должность, мы вам в этом поможем. Онлайн-собеседования, как их проходить, об этом будем сейчас разговаривать. Да, и поможет нам в этом как раз Юлия Овечко, бизнес-тренер, профессионал своего дела. Как пройти онлайн-собеседование, вам вопрос и задаем такой. Что же нужно делать? Итак, для начала важно сохранять все этические нормы и поприветствовать тех, кто вас проводит в связи с этим. Еще раз здравствуйте. Итак, то, что касается онлайн-собеседования, почему многие боятся, как будто это что-то такое. По факту работают те же принципы, которые в офлайн-собеседовании. Естественно, больше требования добавляются к внешнему виду, к тому, какой у вас фон, к тому, сколько качественно ваша речь. Потому что слушание начинает быть лучше у тех, кто проводит собеседование. А у вас фотообои сзади? Я вот про фон сразу такой красивый, богатый. Типа читаешь? А вот это интрига пусть будет. А чем отличается онлайн-собеседование от офлайна? Онлайн-собеседование обычно более структурное. И здесь играет, смотрите, если в серьезные вещи заходить, то здесь играет такое правило. Сначала содержательная часть, только потом коммуникация. То есть если в личной жизни мы обычно выстраиваем общение личное, а потом переходим к содержанию, да, вот постепенно проход. То в онлайн-собеседовании эффективно начинать с дела. И потом, если вы проходите, если первоначальные такие требования соблюдены, то потом можно устанавливать уже более доверительные отношения. Потому что вот это расстояние, оно все равно имеет место быть. Обычно онлайн-собеседование более короткие, сжатые. И здесь важно быть готовым к тому, что рекрутеры приходят и на другие способы проведения собеседования. То есть не обязательно лично будет присутствовать человек. Это могут быть программы специальные, в которых уже записаны вопросы. У вас там, допустим, две минуты рассказать о вашем опыте. Потом две минуты рассказать о ваших провалах, допустим, на прошлом. Ну, то есть вопросы записаны, и вы записываете такое видео, что позволяет рекрутеру минимальное время потратить на собеседование. А вам приходится структурированно выкладывать то, что вы хотели. И большинство не успевает сжато подать то, что хотели. А как нужно одеться на такое собеседование? Вот мы уже упоминали внешний вид, картинку. Что, ну, не будет ли это искусственно выглядеть, если я дома буду сидеть в рубашке, в пиджаке, такая вся в кудрях? Вот, здесь как раз очень важный такой момент. Кэжул ближе к бизнесу. Да, это то, что комфортно, когда дома. Вот это у вас сейчас, наверное, да? Да, да, да. Вот платье, рубашку, если просто, без галстука. И все-таки это зависит от должности. Одежда, внешний вид, основное, что показывает, это то, что вы готовились. Точно так же, как макияж у девушек обязателен, потому что это говорит о том, что для меня важно собеседование, что я готовлюсь больше, чем о каких-то других вещах. И ключевое здесь, это еще технический настрой. То есть заранее подготовить интернет, проверить качество, заранее подготовить тех, кто у вас находится в вашем же пространстве, кошек, детей, мужей и всех остальных, к тому, что вы будете полностью работать. И лучше всего, чтобы задний фон был, вот как у меня, допустим, сейчас, или у вас, там, где есть задник, а не свободное пространство, в проход на кухню, там, где белье висит. И, в общем, много разных историй бывает. Я ужасы нашего городка рассказывать сильно не буду, но разные моменты возникают. А у меня есть знакомая, которая проходила собеседование следующим образом. Она первый вопрос, который задавала. Сколько вы мне готовы платить? Это ошибка или нет? В зависимости от того, на какую должность вы претендуете. И здесь то, что знакомая сделала верно, это то, что взяла быка за роган. То есть понимание того, что и от второго человека очень многое зависит. Потому что сейчас нужны люди, которые умеют действительно отстаивать позицию, умеют аргументировать. И когда соискатель полностью растворяется в вопросах и не высказывает свое мнение какое-то, не задает вопросы, это плохой такой знак о том, что не инициативный, не берет ответственность, ему не важно что. И здесь уже подключаются те же инструменты, которые в оффлайн-собеседовании. Помните основное про собеседование, что это такой же процесс купли-продажи. Как бы там красиво или некрасиво сейчас это звучало. Вот если каждый, кто устраивается на работу, проходит собеседование, понимает, что сейчас я как товар, который стою на полке, у работодателя желание купить качественный товар по минимальной цене, ну, нормальное желание, да, и мы рассматриваем его с разных сторон, смотрим этикетку и остальное, то у соискателя самая главная задача – это показать себя подороже. И все, что повышает ценность, да, стоимость мою, внешний вид, вид, знак, моя улыбка, доброжелательность, мимика, которая есть, да, обязательно на движение в руках. Бабушкина репетчатную брошь стоит надевать, но она тоже же ценность повышает. Да-да-да, здесь зависит от должности, да. Лучше всего посмотреть, так как про оффлайн-собеседование готовится, посмотреть на корпоративную культуру компании. Очень классно заходит, когда какая-то деталь в тон, цвет компаний корпоративный, да, то есть какие-то вещи, просто ты смотришься лаконично тогда на фоне, который у них. И вот эти вот вещи, они действительно из мелочей складываются большее впечатление. Чем больше вы покажете свой кругозор и вот такую внимательность к разным отдельным деталям, тем больше это скажет о вас, что вы также относитесь к работе. Угу. Юля, сегодня у всех еще спрашиваем, нравится ли людям их работа, их профессия, их дела. Но вам, очевидно, да, за вас можно отвечать. Вы так увлеченно рассказываете нам. А вы сразу шли к своей профессии или меняли, возможно? Я экономист по труду, экономика труда, управление персоналом. И, соответственно, сразу пошла сначала в кадровое агентство работать по специальности, а затем уже в специалисты по обучению, в тренинг менеджеры, ну и, собственно, дальше по карьерному росту. У меня здесь такое всегда было стыдно, когда все говорят, ой, зачем высшее образование? Я всегда работала по специальности, чего и вам желаю. То есть можно проявить себя всегда. И здесь важно еще, когда готовитесь к онлайн-собеседованию, подготовьте себе список вопросов, которые у вас есть, чтобы вы также проявляли инициативу. Обязательно спросите про, допустим, корпоративную культуру, про то, как будет проходить испытательный срок, про то, по каким параметрам они оценивают. Вот этот вопрос про критерии оценки – это очень важный вопрос, потому что вы считаете, что вы адаптированы, когда стали одним из всех, вас все полюбили, а для работодателя-то вы прошли испытательный срок, это когда показали результаты, да, или наоборот, остались не таким, как все, потому что он хочет сменить там коллектив, да, допустим, перестроиться на какую-то другую. Поэтому готовьте вопрос, который у вас есть. Это уже такая отдельная тема, что спрашивать на собеседовании, в каком этапе, в каком алгоритме, да, работать. Спасибо, Юлия, большое, что пролили свет на этот вопрос. Для нас сегодня Юлия Овечко, бизнес-тренер, замечательный профессионал, дала нам пару советов, как правильно вести себя на онлайн-собеседовании. Такое мир меняется после эпидемии, такое нововведение. А сейчас блок «Полезная информация», никуда не переключайтесь.